Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире «Утро на Болткоме». И сегодня у нас гость, как мы анонсировали, вице-мэр Рижской думы Вадим Бараник. Доброе утро. Доброе утро. Мы начнем с такой позитивной новости, которая, думаю, должна порадовать клиентов Рига-Снава Павлодникс. Я так понимаю, что по запросам уже можно подключать отопление в домах, которые обслуживает Рига-Снава Павлодникс? Да, совершенно верно. Начато подключение тепла, отопление в домах, потому что сентябрь выдался все-таки холодным, особенно вторая половина сентября. Поэтому, несмотря на планы предприятия начать подключение с 1 октября, предыдущие планы, идем на встречу с жителем и постепенно подключаем дома. То есть, естественно, это все не делается, поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием. Но постепенно, да, в ближайшее время все дома, которые сделают соответствующие заявки, будут подключены. И дальше, думаю, будет контролировать, как процесс отопления происходит, да? Конечно, конечно. То есть, учтем ошибки предыдущего года. Я думаю, что в этом году проблемных ситуаций будет гораздо-гораздо меньше. Да, может быть, еще такой вопрос в этом контексте. Мы слышали несколько дней тому назад, об этом говорило руководство Рижской Думы на своем совещании, по поводу того, по поводу задолженности, которые образовались в тех или иных домах. Что с этим дальше делать? Вот это действительно ситуация очень сложная, потому что здесь каким-то образом получается заложниками в основной массе те честные добросовестные плательщики, те жители, кто платил добросовестно за коммунальные услуги, в том числе за отопление. Но в отдельных домах действительно есть случаи, когда одна, две, три квартиры копят на весь дом долг, который может достигать нескольких тысяч лат, а иногда и десятков, больше десяти тысяч лат, евро, естественно. Да, соответственно, для Ригас Силтумс этот объект, он не считает по каждой квартире отдельно, и это считает дом как отдельный объект, и, соответственно, отказывает этому дому в подключении. Но было несколько совещаний, и концептуально найдено решение по таким вопросам, плюс там были вопросы организационно-юридического, назовем это так, характерного, но я думаю, что мы их тоже решим, с тем, чтобы те люди, которые действительно добросовестно оплачивают коммунальные услуги, они никоим образом не страдали. – 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, номер WhatsApp 2-300-6191, звоните, пишите, если у вас есть вопросы к нашему гостю, вице-мэру города Рига, Вадиму Баранику. – Ну, если мы говорим о таком хозяйственном, о хозяйственных вопросах Риги, то, конечно, первым в голову приходит вопрос, связанный с вывозом мусора, есть ли какие-то подвижки по этой ситуации, может быть, какая-то новая информация, о которой вы можете рассказать? – Ну, пока новой информации, за исключением той, что прозвучало в понедельник, нет. Совет по конкуренции вынес, как мы все знаем, свое временное регулирование, по которому, ну, фактически восстановил предыдущую процедуру вывоза мусора и запретил на данный момент вступать в силу договора, который был заключен с компанией Террига. Сейчас мы все ждем решения суда, потому что решение суда будет в письменном виде, в письменном процессе. Соответственно, сейчас мы ждем этого решения суда, дальше уже будет видно, да, но, тем не менее, хотелось бы отметить, что сам процесс заключения договора, да, ну, к сожалению, он, наверное, не был идеальным с точки зрения открытости общественного обсуждения, потому что, да, в 17-м году была процедура, было принято решение Рижской думы начать процедуру частного государственного партнерства. Я считаю, что это решение было абсолютно правильным, потому что и по другим, скажем так, по другим объектам, по которым мы принимали условно такое решение, это не было, скажем, часто в чистом виде, да, ну, например, как вариант можно взять ситуацию, когда Дума сдала в долгосрочную аренду на 30 лет огнец-калмский рынок, и там арендаторы обещали за свои деньги привести в порядок этот рынок и фактически надлежащим образом хозяйствовать, не так, как это было до того. Да, и после окончания аренды они все это передают обратно городу. Здесь хотелось бы видеть, хотелось бы в идеале видеть ту же ситуацию, но, к сожалению, как бы ознакомившись с договором, ситуация немножко другая, то есть, во-первых, для Рижан повышаются тарифы, что уже как бы плохо, да, там есть какие-то обоснования, что в дальнейшем можно будет сортировать мусор и так далее, и даже на этом как-то экономить, но давайте говорить откровенно, на данный момент эта ситуация не решена, то есть, нет стартового участка, что вот с завтрашнего дня все жители могут прийти и там пластиковую бутылку пускать в один контейнер, стеклянную, в другой бумагу, в третий и так далее. Да, то есть, нет, сейчас уже не создана возможность для жителей для сортировки мусора. И сразу в случае, если бы вот договор заключили, бы они не появились. Ну, автоматически, ну, скажем так, уже в переговорах от имени, почему Рига-Снамопарлнекс, держателем Далее Капитала, которого я являюсь, заняло принципиальную позицию, потому что, да, этот договор был стандартный типовой договор, который Тирига предлагал, он был абсолютно невыгоден клиентам, ну, естественно, как любой договор, который предлагается с одной стороны, да, и поэтому там начались очень долгие упорные переговоры, потому что, да, выяснилось в процессе, что Тирига готова по запросу предоставлять в течение какого-то ограниченного времени эти контейнеры, да, но опять-таки... По запросу? Да, по запросу, по запросу, да, но опять-таки в договоре сразу это не было сказано, плюс очень много нареканий, это в основном из частного сектора идет, да, там, где в частных домах жители, частных домов, где прописан там один-два человека, да, но им не нужно вывозить мусор два раза в месяц, то есть они физически не могут столько этого мусора произвести, а в договоре как базовое условие опять-таки стоит, что это два раза в месяц, да, и, может быть, можно потом по отдельной заявке перевести это на один раз в месяц. То есть, ну, зачем, ну, в основном это пенсионеры, мы говорим о пенсионерах одинокоживущих, да, зачем им фактически один раз в месяц как минимум оплачивать вывоз воздуха? То есть масса таких вопросов, да, ну и плюс, с чего я начал, действительно не очень открытая процедура, то есть понадеялись на департамент жилья и среды, которому в домском решении было поручено все это делать, но вот не обсуждение самого договора, не обсуждение условий, не обсуждение вступления в силу, да, на самом деле, я упомянул, кстати, здесь вариант 30-летней аренды на Агинсканском рынке, после которого все вложенное остается городу, а по договору этому не все вложенное остается городу, то есть фактически город получает только небольшую часть, город в лице Гетлине, на 5-е Гетлине. То есть вы принципиально не против такого заключения договора на 20 лет с какой-то компанией, у которой будет монопольное право на вывоз мусора, вас не устраивает именно условия вот этого конкретного договора? 20 лет тоже не обсуждалось, да, то есть никому из депутатов... Не было сказано, почему 20 лет, почему не 18, почему не 15, да, то есть где вот то мерило, и не был произведен никакой неэкономический анализ и так далее. То есть с другой стороны, я прекрасно знаю, что ситуация монополий на вывоз мусора – это не эксклюзив для Риги, да, то есть больше половины самоуправления Латвии вообще никакого конкурса не проводили, они, в общем-то, договаривались с каким-то предприятием, так называемым вейнхаус, да, и проводили как бы этот вывоз, ну, фактически самостоятельно. Да, во многих городах действительно существует монополия, если мы говорим по срокам, существует монополия и больше, да, например, в той же Сигулде договор на 30 лет заключен, да, то есть, но опять-таки это все должно базироваться на каких-то обоснованиях, да, никаких обоснований не было, то есть в 2017 году было Думское решение, и потом уже фактически поставлены были депутаты перед фактом, что вот вам договор, он уже заключен, он вступает в силу через 3 месяца после заключения окончательно, да, поэтому вот хотите, не хотите, вы обязаны перезаключить договора, но на самом деле, ну, так не делается. У нас все звонки, может быть, как раз и по этому вопросу. Одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро, здравствуйте, Абби, здравствуйте, господин Бараник. Доброе утро. Беспокоит Рудольф Лерман родители школьника 34-й школы, младший класс из здания на Версово. Вчера мы собирались с родителями нашей школы, младших классов, да, по поводу антенны, установленной на крыше. Хотелось бы спросить господина Бараника, можно ли как-то повлиять на демонтаж этой антенны, потому что совет школы собрался, постановил, что желательно было бы ее снять и связь с ЛМТ, директор, но ЛМТ навстречу не идет каким-то образом. Договор заключен между... Собственность на школу это Рижская дума, насколько я понимаю. Договор заключен со школой, насколько я знаю. Да, со школой, но согласован с Рижской думой, с департаментом. Я так не углублялся, насколько он согласован с департаментом, он точно заключен со школой. И это не единичный случай. Здесь вопрос, скажем так, с одной стороны, национальный, с другой стороны, вопрос финансовый. То есть те средства, которые получает школа, я разговаривал уже с директором на эту тему, те средства, которые получает школа, причем эта школа, ну не единственная, которая стоит от антенны. Да, те средства, которые получает школа, ну они идут на нужды школы. Да, то есть директор неестественно никаким образом не кладет это в карман, не пускает на какие-то другие проекты. Это раз. Второе, говорили со специалистами электросвязи. Основное обеспокоенность, я понимаю, что действительно серьезная обеспокоенность родителей в том, что сигнал от этой вышки, он будет идти вертикально вниз. То есть все специалисты, с которыми я говорил, не были одни специалисты, они говорят, что сигнал рассеивается фактически параллельно земле, он не идет вниз. Поэтому здесь, как ни странно, но если мы говорим о корпусе новолюции Верцевос, там больше, скажем так, эвентуально могут пострадать жители близлежащих домов, там пятиэтажные дома рядом, которые находятся. Поэтому все специалисты заверили, что сигнал вниз, он не идет. И я действительно поездил сам по Риге после этого ситуации, специально обратил внимание, на многих зданиях не только школы, но многие здания именно стоят с этими вышками. Этот вопрос не закрыт, мы будем продолжать заниматься. То есть главное здесь 100% обеспечить безопасность детей. На самом деле, да, мой ребенок учится в том же самом здании. Мой ребенок учится в том же самом здании, поэтому здесь нет такого, что чужие дети меня не беспокоят. То есть мой ребенок в том же самом здании учится, поэтому я этот вопрос очень внимательно изучаю. Пока все специалисты говорят, что именно для здоровья детей, но если мы будем сравнивать, то гораздо опаснее постоянное нахождение с телефоном у уха. Да, вот возвращаясь все-таки к теме вывоза отходов, мы знаем, что вот это объединение Террига, из кого оно образовалось, там нет новых компаний, которые вдруг пришли на рынок. Что дальше делать? Я понимаю, что нужно дождаться, наверное, решения Совета по конкуренции, но какие есть вообще еще опции? Что дальше будет, когда закончится срок чрезвычайной ситуации и когда будет какое-то промежущее решение суда? Ну, сейчас мы можем обсуждать только какие-то глубоко теоретические ситуации, но для начала я думаю, что было бы правильно, чтобы депутаты, в принципе, ознакомились, ну, хотя бы с тем, с той ситуацией, которая возникла по состоянию на 14 июня, когда был подписан этот договор. Ну, новые фильмы вряд ли появятся. Да, то есть кому-то условия этого договора, понимаете, мы сейчас обсуждаем то, что получается смесь слухов, опасений и так далее. То есть я хотел бы, чтобы депутаты, ну, хотя бы профильного комитета, наверное, ознакомились с сообщением Департамента жилья и среды об этом договоре, о заключенном, почему он был так заключен, почему именно такие условия, как это было просчитано, да, то есть где обоснование, скажем так, выгоды для города. То есть если это частное государственное партнерство, в результате город должен получить какую-то выгоду. Пока, ну, довольно сложно ее увидеть из этого договора. Возможно, да, я допускаю, возможно, что мы чего-то не видим, да, но пока из того, что я вижу, да, фактически получается, что сильного для города, на первый взгляд, здесь нет. Нет такого ощущения, что совет по конкуренции, ну, если так можно сказать, чуть-чуть опоздал. То есть когда уже, ну, по существу договор был заключен, они начали вот этот процесс попытки, вот, недопущения вступления вовсе. В конце концов договор не был секретный. Возможно, здесь я уже буду влезать в компетенцию совета по конкуренции, да, но даже не говоря о том, что до заключения, да, но с момента заключения, с 14 июня прошло до 14 сентября, когда он должен был вступить в силу довольно много времени. Да, соответственно, фактически можно было какое-то заключение сделать там в июне, в июле. Не доводить его до чрезвычайной ситуации, я об этом говорил, да. Да, когда действительно, ну, здесь очень сложно звучит эта фраза, чрезвычайная ситуация, но на самом деле это та единственная ситуация, которая решала эту проблему в наиболее, скажем так, как приемлем для жителей в виде. Но при этом я просто пытаюсь понять, потому что 14 июня был заключен этот договор, и сейчас вы говорите, что оказывается, что какие-то пункты этого договора не устраивают вас как депутата, как представителя рижан. До 14 июня этот договор никому не показывался, или почему это об этом у нас только сейчас? Еще раз повторю, в 2017 году, в феврале 2017 года, думаю, было принято решение о том, что город в плане вывоза мусора идет по пути частного государственного партнера, то есть привлекает частного партнера, а представителем города в этой ситуации будет полигон Гетли-Нека, куда свозятся отходы, и, соответственно, эти два партнера организуют комплексный вывоз и захоронение мусора. Администрирование всего этого процесса со стороны города было порочено департаменту жилья и среды. И департамент жилья и среды, в общем-то, ну и администрировал, то есть он фактически согласовывал договор, департаментом жилья и среды был подписан этот договор, на Думу этот договор не выносился, то есть депутатам этот договор не выдавался, да, соответственно, как бы обсуждения на уровне Рижской Думы этого договора не было. Ну, возможно, да, здесь доля вины как бы есть на депутатах, нужно было как бы этот процесс, может быть, более сильно контролировать, да, но, тем не менее, ну сейчас есть такая ситуация, которая есть, то есть департамент кто подписывал, департамент или Дума? Директор департамента жилья и среды. И он имеет право от Рижской Думы без согласия Рижской Думы? Рижская Дума дала ему в 17-м году полномочия подписать, ну, таким образом как бы он воспользовался полномочия. Да, 612-1939, телефон прямого эфира, может быть, еще один вопрос, который я хотел бы так, чтобы эту тему, может быть, закончить. Вот, на ваш взгляд, нужно ли в итоге объявлять какой-то новый международный тендер? Потому что, ну, насколько мы понимаем, все равно какие-то инвестиции довольно большие нужны. Кто бы не победил, на каких условиях, но все равно машины нужны. И сортировка мусора, видимо, в связи с требованиями Европейского Союза тоже придется осуществлять, ничего, это не исчезнет. А этот тендер не был закрыт внутри латвийским. Здесь большая сумма, озвучено 680 миллионов, соответственно, этот тендер просто не может быть даже по нормативным актам внутри латвийским. Соответственно, это международный тендер, то есть любая компания и так могла на него прийти. Опять-таки, повторю, вопрос не в том, что, скажем так, сама процедура плоха, что здесь частное государственное партнерство, оно плохо, оно не может быть ни в каком виде, да, но не было никаких вариантов, представьте, что у нас будет какой-то срок, мы там каким-то образом будем влиять на тарифы вывоза, да, потому что тариф это, наверное, самое актуальное и самое больное, что жителей беспокоит. То есть, то, что там будут новые машины для вывоза мусора, да, ну, жители, конечно, будут рады, если у него тариф сохранится. Если за эти новые машины он доплатит там в полтора-два раза, соответственно, как бы он, наверное, предпочтет, чтобы вывозили на старых машинах. Да, точно так же, скажем так, мы должны прийти, тем более существует европейская регула, да, по которой мы обязаны существенно увеличить сортировку мусора к 2025 году, да, то есть, все равно какие-то подвижки в этом вопросе должны быть. То есть, так как раньше существует один контейнер, в который все сваливается, который потом вывозится в Гетлине и все, теоретически так может быть, да, но тогда мы грозим, нам грозят очень серьезными штрафами, как государству. Да, поэтому, естественно, мы на это пойти не можем. Какие-то изменения должны быть, но, но эти изменения, они должны быть соразмерны, они должны быть сделаны. В том числе, если есть какие-то повышения, то они должны быть обоснованы, и жителям какая-то возможность, как говорили сразу по среде Трига, там, экономить за счет сортировки мусора, она должна быть предоставлена сразу, и я думаю, что безусловно. У меня тоже последний вопрос по этой теме, чтобы ее тоже завершить. Вы сами признали, что, возможно, одна из причин сожившейся ситуации, это недостаточное сотрудничество между депутатами Думы и департаментом жилья. Ну, я думаю, здесь речь идет не конкретно о департаменте жилья, а вообще о департаментах. Планируется ли как-то пересмотреть эту систему введения, подписания договоров, чтобы депутаты все-таки, чтобы договоры не подписывались без ведома депутатов Рижской Думы? Знаете, в принципе, здесь нет системы, потому что, если мы возвращаемся, например, к Рига Сатекс, мы есть договор делегирования, который действительно обсуждался на Думе, да, и который был приложен даже к Думскому решению в качестве, проект договора приложен к Думскому решению в качестве дополнительных материалов, да. Здесь, к сожалению, эта процедура прошла. Это немножко другая процедура, подчеркну, да, но я думаю, что да, какие-то выводы обязательно будем делать, и такие документы, естественно, не должны всплывать после того, как они уже подписаны. Да, вы уже упомянули Рига Сатекс, мы совсем недавно, по-моему, вы и ваши коллеги говорили о том, что, ну, правительство, судя по всему, решило наказать неправильную политическую и неправильную Рижскую Думу, но в итоге накажет Рижан. Я имею в виду вот те недополученные средства, которые уже, судя по всему, нам грозят, да, то есть они какую-то сумму из подоходного налога населения правительство не собирается перечислять в Рижской бюджет. Ну, это даже не только это, да, здесь у нас есть решение Кабинета министров, по-моему, от 13 сентября, которое очень четко говорит, что часть средств, которые Рига планировала направить на развитие, например, Турникамского мультимодального центра, там, где сейчас строится новый корпус Латвийского университета, и там же, кстати, планируется станция Рэл-Болтик отдельная, да, те средства, которые европейские, которые первоначально были запланированы на тот объект, государство забирает себе, государство забирает себе средства европейские на строительство Восточной магистрали, и забирает себе средства на... с реконструкции островного моста, Рантья-Дамбис, Вене-Дамбис... Нашумевшая десятилетняя сага, когда не могли никак купить поезда, сейчас, наконец, заключили со Шкодой договор на покупку поездов, вот сейчас собирают деньги буквально, вот, ну, фактически, из проектов Рижан. При этом... То есть, Рижане должны, то есть, пострадать за счет этого проекта? Да, то есть, для того, чтобы мы купили поезда, все остальные транспортные объекты Риги, ну, будут, ну, под очень большой угрозой, назову это так. При этом здесь дошло до того, что таким образом, ну, назовем это так, стреляется в ногу даже реализация проекта Рэл-Болтик, да, потому что на каком-то этапе строительства, там, и станция будет строиться, и потом мост через Далгу, специальный для поездов Рэл-Болтик, будет необходимо закрыть улицу Красный, да. Главная артерия города, по которой сейчас перемещается 33 тысячи машин в день. Мы знаем, что это был ремонт, какие были там... Да, 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 это ремонт был, где проездная способность была сохранена. А так, и, ладно, легковые 3200 грузовых машин в день проходят в порт по, фактически, по нами, как у нас, и Красный. То есть, если мы это закрываем, да, мы к этому готовы были, да, и поэтому к этому сроку, к моменту закрытия, нами было запланировано полностью введение в строй и восточной магистрали, то есть, объездного пути сейчас там осталось достроить один участок между улицами Эрик и Ветловос, и, фактически, продление Южного моста, так называемая, четвертая очередь, до Запниканцев. То есть, там уже, фактически, машины, не въезжая, практически даже в город, не въезжая, могли, минуя центр, сразу попадать в порт, да. Если мы не реализуем восточную магистраль, мы не реализуем четвертую очередь Южного моста, то все эти машины, фактически, поедут по тем дорогам, по тем узким улицам, которые есть сейчас. Как они будут пробираться, по каким участкам, такая будет нагрузка на асфальт при этом, да, и как часто его придется менять, но никто не думает. То есть, ну, как-то здесь у нас, получается, есть один проект, вот, очень узкий, да, мы, наконец-то, купили эти поезда, это очень хорошо, я действительно рад за жителей, которые не нужно будет ездить в старых поездах, а будут ездить в современных, но насколько соразмерно это все. Очень громко об этой проблеме говорит фракция независимых депутатов, то есть вы и ваших три коллеги, но какая позиция Рижской думы в целом по этому вопросу и конкретно партии Согласия, потому что они не так громко выступают. Ну, на самом деле здесь комплексная позиция, потому что это вопрос, касающийся развития города, да, я считаю, не только какая речь идет о транспортной инфраструктуре, но это развитие города, да, потому что таким образом мы стопорим именно развитие города, да. У Думы есть к правительству масса вопросов, это и питание школьников, уже прозвучавшее многократно, и масса других, то есть мы должны это все решать комплексно, да, но таким образом решать, что мы у вас просто волонтаристским образом забираем все, да, потом подумаем, может быть, как-то где-то там на другом участке что-то додадим, но здесь, в общем-то, нужно учитывать, что, как бы, город эти дороги делает не для себя, то есть в Риге обращается, ну, я думаю, что раз в месяц процентов 90 от зарегистрированных в Латвии машин все равно в Риге появляется, то есть нагрузка на транспортную инфраструктуру Риги огромная. Да, и Рига – это, ну, двигатель развития Латвии в принципе, да, соответственно, если мы этому двигателю что-то из него вытаскиваем, да, то надеяться, что он будет так же эффективно работать нельзя. То есть еще раз вопрос, насколько обоснованы вот эти вот желания реализовать один, да, амбициозный, да, долго нереализуемый проект, но тем не менее, как бы это один проект, да, и поставить под угрозу все остальное. Что касается того, что вы упомянули по поводу Рига Сатексмы, там та же самая ситуация, то есть использована, скажем так, ситуация в медиа подана так, что якобы у Рига Сатексмы фактически какие-то убытки на 70 миллионов. И сейчас надо на эту сумму, да. Государство, да, сейчас должно додать эту сумму Риге или предприятию. Знаете, на самом деле мы были бы счастливы просто, если бы государство дало дотацию 70 миллионов Рига Сатексмы. Тем более, что общественным транспортом Риге пользуются не только Рижане, мягко говоря, да. Да, абсолютно, и Рига Сатексмы, может быть, просто многие не знают, но Рига Сатексмы перевозят две трети всех вообще пассажиров, которые приезжают в Латвию. Вот по всем маршрутам, по всем видам транспорта две трети перевозят Рига Сатексмы. Это не только жители других городов и регионов Латвии. Конечно, конечно, и здесь те 70 миллионов прозвучали, это никоим образом не убытки Рига Сатексмы, это заранее запланированные инвестиционные проекты. Основная масса инвестиционных проектов – это замена подвижного состава, то есть трамваев, троллейбусов и автобусов. И, например, что касается трамваев, то вообще очень интересная ситуация. У нас есть правила Кабинета министров номер 599 2012 года, которые четко заявляют, что к 1 января 2024 года весь электрический транспорт должен быть предусмотрен для нужд инвалидов, матерей с детьми, с колясками и так далее. То есть фактически мы говорим о низкопольном транспорте. Именно эту программу мы сейчас реализуем по трамваям, то есть замена старых трамваев на низкопольные. И фактически вынимая деньги из этой инвестиционной программы, наказывая Рижан за реализацию этой инвестиционной программы, государство фактически наказывает нас за выполнение правил Кабинета министров. При этом не отменяя эти правила. То есть вообще создается какая-то странная ситуация. Вы тогда отменитесь. Знаете, мне это напоминает, давайте вы сейчас побежите в марафон, вы побежите, но левую ногу использовать нельзя. — Простите, просто немножко вернувшись назад, я так не до конца услышал ответ на свой вопрос по поводу того, почему об этих проблемах громко в СМИ заявляет только фракция независимых депутатов. Как вы сказали, что у Рижской думы много есть вопросов и каких-то претензий к правительству Латвии, как оно распоряжается средствами Рижан. Будет ли это обсуждено в таком общественном пространстве? — Знаете, политика, как говорится, это искусство компромиссов. На самом деле мы тоже пытаемся каким-то образом обсуждать эти вопросы. Естественно, не изначально выносить их в медиа, сначала обсуждать. Но на самом деле здесь для обсуждения, когда есть уже решение Кабинета министров, фактически это уже решение, которое меняется, потом довольно сложно. И сейчас, может быть, есть последний момент, пока еще не принят бюджет следующего года, каким-то образом эти установки менять. Я не скажу, что коллеги не работают, но опять-таки, может быть, у них этот переговорный процесс, в том виде, в котором они его ведут, он проходит немножко по-другому. С нашей точки зрения здесь уже не просто идет механическое перераспределение каких-то финансовых средств, здесь уже целиком и полностью затрагивается фактически та ситуация, когда город ставится под угрозу развития города. Да. Еще одна тема очень важная. Я думаю, что на эту тему вам приходится часто высказываться. Конечно, дороги, мосты. И сегодня, как раз, появилась информация, что будет какой-то аудит, как Рига использует, насколько целесообразно используют те целевые дотации, которые получает на дороге. И вот господин Рынхайдс, министр сообщений, на днях сказал, что когда он едет по Риге, ему кажется, что апокалипсис уже наступил. Ну, мы, может, по-разному, конечно, такое ощущение субъективное. Мы видим, что часть дорог действительно в очень плохом состоянии, часть сейчас ремонтируется, пока есть погодные условия. Как вы все это оцениваете? Знаете, здесь я очень хотел бы ошибаться, но как-то очень странно появилась эта информация. Во-первых, она появилась после информации в прессе о том, что да, есть такое решение Кабинета министров. И у Риги забирают средства, и на что забирают средства, да, и только после этого появилась информация от господина Рынхайдса, причем, скажем так, именно от него. И там была как раз ниже в пресс-релизе ссылка как раз на ту информацию, которую дали мы. То есть я бы очень хотел ошибаться, но очень похоже как бы на какую-то месть, да, с одной стороны. А с другой стороны, да, насколько я знаю, он еще когда был ответственен за транспортную сферу как вице-мары, как обслуживание комитета, да, у департамента есть определенные накопления по этой дотации, да, но эта дотация, она четко расписана уже по проектам, которые будут. И опять-таки, понимаете, если мы вынимаем финансирование, да, из одной части, то мы не можем говорить, что этот проект будет реализован, да, то есть фактически мы тогда вынимаем вторую часть финансирования. Этот проект не реализуем, то есть мы не можем выстроить половину дороги, отремонтировать половину тротуара и так далее. Да, соответственно, мы тогда это сдвигаем. Ну, тогда еще больше будут претензий, да, раз этот проект не реализуется вообще какой-то, эвентуальный, да, соответственно, эта дотация не будет реализована. Я думаю, что коллеги в департаменте сообщения, они подготовили всю необходимую информацию, да, с расписанием, на какие проекты эта дотация направляется, и, в принципе, ну, думаю, что там должно быть все хорошо. Что касается мостов Дегловский, Брасовский, какие там прогнозы? По Дегловскому мосту работы идут, закончим мы их в следующем году, да, то есть в этом году будут сделаны тротуары, обеспечена возможность проезда, то есть закрываться не будет, сложнее немножко ситуация. А в следующем году, извиняюсь, по Деглову уже будет окончательно уложенный асфальт, то есть в полном объеме, как бы, тогда мост будет сдан. По Брасовскому мосту ситуация несколько сложнее. Там сейчас мы пытаемся эту ситуацию повернуть так, чтобы выйти для Рижан с наименьшими потерями, но, скорее всего, существенные ограничения на этом мосту сохранятся несколько лет. Наверное, такой вопрос, который не могу вам не задать, так что, может быть, тему транспортную завершить. Понятно, что кто-то распространяет слухи о том, что, ну, раз так вот наказывают, как мы констатировали Рижана и Рижскую Думу, видимо, одна из целей создать такое недовольство теми, кто сейчас городом управляет, и для этого ухудшить финансовые потоки в Рижскую Думу, чтобы Рижская Дума была вынуждена часть льгот, к примеру, за проезд в общественном транспорте отменить. Насколько это велика вероятность, что Дума пойдет на это? Ну, я бы не сказал, что это идет борьба только со льготами на проезд в общественном транспорте. Тем более, эта ситуация, она не новая совершенно. Вспомним ситуацию 2009 года, когда только появился этот созыв, да, и, опять-таки, возвращаясь к той же самой дотации, да, то есть в 2009 году, в июне появился новый созыв, в котором Центр Согласий и Латвийская Первая партия взяли власть в городе, да, и через полгода, в 2010 году появляется решение Кабинета Министров, по которому дотация на содержание дорог и улиц для Риги очень существенно режется. Почти на треть, почти на треть. То есть в Риге ездит порядка, ну, только постоянно ездит порядка половина транспорта, который зарегистрирован во всей Латвии, а нерегулярно, как я уже сказал, почти 90%, при этом Рига из этой дотации получает 20,4%. Ну, да, наверное, мы закрыли вопрос транспорта, тем более на следующей неделе, я немножко проанонсирую, к нам придет господин Рейнбах, так что он, наверное, еще мы подробнее поговорим по всем этим вопросам. Я хотел спросить, недавно, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, появилась информация, которая оказалась позже ложной, о том, что из согласия выходит еще часть депутатов, потом оказалось, что это, ну, по крайней мере, заявилось, что это неправда. Так все-таки, на ваш взгляд, какая ситуация вообще сейчас в Рижской Думе, после вот таких сложных выборов, таких сложных формирований коалиции и так далее, договоров между фракциями, сейчас насколько единой можно считать Рижскую Думу, или все еще она поделена какой-то малой группой? Может быть, мы говорим о единой не всей Рижской Думе, а правящей коалиции? Да, в большей степени, конечно. И можно ли сказать, что риск распуска Рижской Думы миновал? Я считаю, что на данном этапе та коалиция, которая обеспечила избрание председателя Рижской Думы, она способна работать и дальше при одном условии. При одном условии, если будут отброшены какие-то, какого-то рода именно личные амбиции. То есть, амбиции не во имя развития города, а именно личные амбиции. Дальше я вижу, что, в принципе, работать мы можем. Помеха только личные амбиции. Ну, достаточно уже в рамках, в большем масштабе, через полтора года, новые выборы самоуправления. Может быть, сейчас еще слишком рано говорить, но может быть, у вас есть все-таки планы фракции независимых депутатов. Вы на эти выборы пойдете как отдельная фракция, создадите свою партию, или вы, может быть, объединетесь с Риги, или еще с какими-то депутатами, вернетесь в согласие? Знаете, эти вопросы, они фактически могут решаться параллельно. То есть, на данный момент нами начата регистрация общественной организации, которая мы планируем потом перерастет в партию. Как она будет называться? Политическое движение переменной. Переменной? Да. Соответственно, дальше будем смотреть. То есть, создана организация, потом создается партия, и дальше уже партия решает, самостоятельно она идет, она идет вместе с кем-то. То есть, в принципе, да, этот процесс уже начат. Ну, тогда, может быть, раз у нас есть время, вы об этом упомянули. В политическом смысле организация и в будущем партия перемены, вы будете придерживаться схожих с согласием идеалов, или у вас будут какие-то все-таки отличия? Мы поддерживаем ту социальную политику, которую мы реализовывали все эти годы, причем не только в рамках этого последнего созыва, но фактически с 2009 года. Возможно, мы, скажем так, ее реализовывали очень-очень быстро, да, скажем так, в надежде, что развитие города будет идти быстрее. И, опять-таки, естественно, не рассчитывали на вот такие подарки со стороны государства, которые мы только что обсуждали. Да, ну, значит, тоже какого-то рода, наверное, не назову это ошибкой, это урок, да, но будем учитывать как бы эти вещи. Но та социальная политика, которую реализовывали, мне абсолютно за нее не стыдно. И я думаю, что, возвращаясь к вашему вопросу о скидках в общественном транспорте, по максимуму будем пытаться все это сохранить. Сохранить, может быть, успеем еще один звонок принять. Доброе утро, слушаю вас. Доброе утро, я очень коротко. Скажите, пожалуйста, я поздно подключился, но ничего я не услышал про Саркандалговский переезд. Что с Виадуком? Спасибо. Спасибо большое, да. Ну, это вот как раз та часть Восточной магистрали, о которой мы уже говорили. Да, сейчас мы очень боремся за нее, потому что там есть еще не только этот Виадук, но там порт строят и мост на Кунзенцалу. Соответственно, тогда вот, если мы не реализуем свою часть, то и эта часть, в большой части, может потерять свой смысл. Сейчас боремся за то, что этот объездной путь не только городу, он нужен порту, да, который является не городской собственностью, а фактически он действует на основании специального закона. Он нужен государству, да, мы сейчас не пытаемся сделать какой-то проект под себя, мы пытаемся донести до государственных чиновников, что мы делаем то, что потом им облегчит жизнь, в том числе при реализации проекта «Рейлболтик». Спасибо. У нас в гостях был вице-мэр Риги Вадим Бараник.